Персонально ваш Александр Дневзоров, он рядом со мной. Да, я на последок его. Мы не меняем, как ты, своих партнеров. Вот сейчас Демарский что-то, по-моему, не в ту сторону пошел. Держитесь. Да, Виталий Нович, держитесь там. Давайте, ладно, давайте. Мы в Гильвеции, хоть скажите. Да, мы в Гильвеции, где все в порядке с дилетантом. Где 25 числа будет происходить, если все срастется, если Александр Николаевич сможет, произойдет еще и исторические дилетантские чтения с участием Александра Николаевича Сакунова. Вот предварительное согласие от Александра Николаевича получено, но оно еще, то что называется, находится в процессах уточнения. Ну вот, Невзоров объявил о дилетантских чтениях, а мне остается только объявить, что в сентябре Невзоров будет в Москве. В Садыха, да. В Садыха, ловите его выступления, я-то и обращаюсь к слушателям, да и к ведущим, которые не могут никак насладиться до конца общением с Невзоровым. Просто, если все состоится 25-го с Сакуровым, я призываю тех, кто придет, обращаться с Александром Николаевичем с предельной делегатностью, то есть, вот если есть желание кого-то позадирать, кому-то похамить, задавать дурацкие вопросы, для этого есть я, да? А вот с Сакуровым я прошу обращаться со всей абсолютной осторожностью. Во-первых, мы в культурной столице, и по опыту предыдущих... Конкретно в культурной столице. Это немножечко другое. По опыту предыдущих дилетантских чтений ни одного хамского вопроса. Нет, никогда. Джентльмены, давайте все-таки к нашим вопросам. Давайте, 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 давайте. У нас все хорошо. У меня прежде вопросов есть претензии к Венедиктову непосредственно, и причем претензии сущностные и серьезные. Не зеливо там каким-нибудь образом, а по поводу нашего друга Чапли. И по поводу желания Венедиктова отстранить бедного Чаплю от возможности доносить свою точку зрения до публики. Александр Глебович, Александр Глебович, это не желание Венедиктова, это решение Венедиктова. Разница между желанием и решением существует. Ну, во-первых, мне это странно, потому что это поведение мне напоминает поведение человека, которому официант принес счет. И этот официант вдруг вызвал такую странную ярость и такое странное желание его куда-нибудь убрать. Вы все достаточно долго и достаточно тщательно пировали, кутили, играли в эту свою духовность, в крестике, в церквушке, в разговоры о всяких тайных смыслах. И вот пришел парень, который выписал вам счет, грубо говоря, о том, чем нужно платить за разделение всех этих духовных бредней. Пришел человек, который ничего не выдумал, который говорил с вами от лица кристально чистого христианства, от имени веры в том смысле, в каком она действительно существует. Он не виноват, что вы себе нафантазировали какую-то другую духовную, любовную и так далее религию. Он пришел и высказался от лица конкретного христианства. Вы долго с этим играли, и теперь вам выписан счет. Так давайте же не будем предъявлять претензии официанту. И давайте бедному Чаплину предоставлять возможность высказываться так, как он хочет это делать. Почему вдруг Венедиктов, я понимал, кто бы, но Венедиктов решил этому почтенному протеерею заткнуть его рот? Почему? Я воздержусь от приглашения протеерея Всеволода Чаплина в эфир Эхо Москвы, потому что уровень человека-ненавистничества в разных людях существует разный, безусловно. Но, значит, массовое убийство по какому-то признаку, мне кажется, излишествами в нашей аудитории. Он не придумал это. Он всего-навсего вкратко и популярно изложил вам основные тезисы христианства, закрепленные в Священном Писании для христиан, как в Библии, так и в Евангелии. Он ничего не придумал. Александр, вы знаете, я человек с частью восточной крови, у нас принято гомцу отрубать голову с плохой вестью. Вот считайте, что отец Всеволод Чаплин огласил дурную весть, я ему оторвал голову в эфире Эхо Москвы, а другие эфиры для него открыты. Вдруг Виталий Наумович захочет, чтобы Чаплин был постоянным гостем на Эхо Петербурга, здесь я не властен. Дымарский тут ощутимо вздрогнулся. Это, наверное, почувствовалось по движению микрофонов и по легкому смещению крыши на гостинице Дельвец. Надеюсь, что это вам виталий. Я понимаю, в чем дело. Я понимаю, на самом деле, Венедиктова, в чем, что произошло. Венедиктов решил, что крещендо достигнуто, что Чаплин взял ту самую высокую ноту, на которую в принципе способен. И дальше уже пойдут подробности того, как надо вытягивать из еретиков кишки, сколько нужно конкретно подкладывать поленьев под астрономов, а сколько под биологов, ну и так далее, так далее, так далее. Поэтому, вероятно, Венедиктов решил просто поставить красивую точку в медийной судьбе Чаплина. Ну, что ж, это, конечно, благородно, но вы готовьтесь к тому, что к вам с этими счетами, по которым вам придется платить за свою любовь к духовности, теперь будут приходить регулярно. И тот милый дяденька, который на днях огласил, что на самом деле женская клиторектомия, которая, как выясняется, широко практикуется во всех северо-казах. Для непонятных обрезания женщин. Да, обрезания, нет, клиторектомия, ну, там, поймите, да, ведь они же тоже немножко в это играются, если бы они делали это по полному и по, скажем так, совсем каноническому образцу, им, вероятно, следовало бы делать не только клиторектомию, но еще и инфибуляцию, то есть зашивание больших половых губ, которые разрезаются по достижению девушки уже зрелости буквально там за несколько часов до свадьбы, да, до этого она... Ну, это африканские традиции, у нас вроде бы не было это принято. это не африканские. Нет, у нас это принято. Это принято в большей части мусульманского мира, это так живет вся Саудовская Аравия, которая уж совсем, мягко говоря, не считает себя африканской страной. Это вообще норматив. Но то, что это сегодня вдруг разговор о том, чтобы бабы не баловались, да, и чтобы уметь их прыть, это вообще дело очень хорошее, как недавно высказался некто по фамилии Бердиев, да, лицо, облеченное в том числе и множеством административных и государственных полномочий. Надо объяснить, что это не тренер Спартака. Представитель Координационного Совета Мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев сказал, надо всех женщин обрезать, чтобы разврата не было на земле, чтобы сексуальность уменьшилась. Вот, собственно, последняя цитата по Интерфаксу. Ничего удивительного в этом нет. Это начинают на теле вашей бедной страны начинают вскакивать фурункулы и чри, которые свидетельствуют о глубочайшем проникновении всего этого мракобесия, дремучести, невежества. Но только пусть, вот, скорость 1 сентября, да, скоро дети пойдут в школу и первый раз увидят там либо попа, либо того, кто будет замещать попа на уроках православной культуры. Пусть родители понимают, слушают Чаплина и понимают, что учить детей будут именно тому, как следует ненавидеть других людей по религиозному признаку и ничему больше. А вот эта вся мутатень с крестиками, крестными ходами, благостностью, пустыми разговорами о любви, это все бутафория и антураж той ненависти, о которой я вас всегда предупреждал. Я же, на самом деле, верите вы хоть в зеленых слонов, мне совершенно без разницы. Я говорю только о грандиозной социальной опасности этого мировоззрения, что оно рано или поздно дает вот такие вот плоды. На Кавказе уже всерьез заговорили об обрезании женщин, здесь всерьез заговорили о необходимости истребления, физического истребления людей и инокомыслящих. Так вас позиция Венедиктова убедила, вот человек сидит у нас, мы его вызвали с рабочего места, так сказать, на ковер практически перед слушателем Александром Невзоровым. Ждет приговора? Нет, меня позиция, я бы просил все равно Венедиктова после дружбы позволил позволить Чаплину периодически высказываться, потому что это в реальности тот настоящий, искренний и правдивый голос христианства, который публика знать должна. Кстати, по поводу социальных последствий, сегодня в Петербурге, ну, собственно, до сих пор, да, фактически с самого утра весь город занимается антитеррористической операцией в жилом доме. Такая странная ситуация, никого не выселили, хотя говорили, что операцию подготавливали заранее, значит, заранее вроде какие-то все коммунальные службы были готовы к этой спецоперации, при этом, ну, в общем, там много непонятного, но ясно одно, что это довольно редкий случай, во-первых, для Петербурга вообще, вы помните, вы... Ой, я не только помню, у нас куча была всяких миленьких террористических актов, правда, они были скорее такого, хотя, чертова знает, можно ли назвать декоративными ситуациями, я помню, я даже как-то себя вместо невесты отдал в заложники, был какой-то шизофреник, но, правда, там не было ни мусульманских, ни каких было иных мотивов этнических, там просто был какой-то полный идиот по имени Сеня, который захватил Мерседес старого образца возле дворца браксочетания и требовал, чтобы ему выдали невесту в качестве заложницы, прикрываясь которой, он выйдет из города. я был юн и глуп и тут же предложил себя в качестве невесты и мы совершили чудесное путешествие на дамбу, с нами был еще один человек тоже отдал себя в добровольные заложники, он сел за руль, мы вывезли Сеню на дамбу и там Сеню, то, что называется, принял СОБР, причем принял как всегда дружелюбно, но немножко грубо. Сеню с вами не перепутали? Нет, Сеню не перепутали, когда все начало взрываться, я, в общем, из машины как-то выкатился. Об этом даже есть у меня какой-то большой материал, который... А если возвращаясь к этой операции, все-таки... А я при нее ничего не знаю, слушайте, Демарский, я при вас перед эфиром трижды набрал в большом городе это вообще особое, наверное. Да, и не проводить эвакуацию, оставить... Ну, то есть, как-то люди даже не особо, по-моему, понимали, что происходит. Ну, во-первых, не забывать, что у Ленинградского управления по борьбе с терроризмом очень отточены в разных частях России методы, очень тонкие, довольно... Работают они действительно предельно здорово и умно, и, вероятно, они взялись вот за эту микрохирургию производить операцию, не выселяя публику, потому что были абсолютно уверены в своих силах, как мы, в общем, можем сейчас понимать, эта уверенность оправдалась. Ой, срочные... Там, кстати, один раненый, по-моему. Ну, какая фигня, ну... А, понятно. Срочные сообщения приходят, РИА Новости сообщает, перестрелка произошла поста ДПС на Щелковском шоссе в Подмосковье, есть пострадавшие, пока нет развития, в Москве и Подмосковье введен план перехват для розыска автомобиля, на котором скрылись напавшие на пост ДПС. Это вот срочные сообщения по лентам агентств приходят сейчас. Ну, это тоже... Вы знаете, что жизнь будет вообще все менее и менее комфортной. Вот, да. И я думал, что все эти, да, все эти милые события вроде какого-то туманного теракта и нападения на пост через какое-то время будут вообще восприниматься как абсолютная будничность. Это когда? Ну, это... Когда начнется какая-то большая война? Ну, большая война у нас может быть только с Украиной. И... Как, в общем, по сравнению с событиями? Ну, совсем недавно этой войной пахло и запах становился очень острым и отчетливым. Ну, даже... Вы имеете в виду Крым? Война ничего. Я имею в виду это вся смехотворная история с Крымом, с какими-то обрюзглыми, толстыми людьми в майках, у которых очень смешные наборы, абсолютно непригодные не только для террористических актов, но и непригодные даже для забавы публиков или публики или устройства фейерверков. Потому что там даже я, который не очень хорошо знаком, но некоторый опыт имеет, благодаря там семи воинам, на которых я был, я подглядел глазком за тем, что вынимали из рюкзака террористы, вот я вам могу сказать, все эти предметы не могут быть собраны ни в какое взрывное устройство. Это взрыватели от, скажем так, одного типа, а взрывные устройства другого типа никак не коммутирующиеся между собой. Это какие-то гранаты, которые никогда в жизни ни один террорист с собой просто таскать не будет. Это вещи, напоминающие, что, ну, вот с какого-то склада конфискатора быстренько все побросали в рюкзачок и принесли и высыпали перед камерами. Но если все это выглядит так карикатурно, почему война? Ну, война войной давно пахнет и ничего страшного, кстати говоря. Вот зря вы здесь так... По войне ничего? Нет, поймите, ведь если есть миф, этот миф обязательно должен разрушиться. И просто должна возникнуть ситуация, при которой произойдет разрушение мифа. есть один из объектов веры современного российского человека, это армия. Вот сейчас существует стойкое, упорное верование в мощь, могущество и необыкновенные возможности российской армии. А вы, Александр Глебович, не верите в это могущество? Нет, я просто многократно видел эту армию в деле. Да, она полна в том числе и очень храбрыми, и очень симпатичными людьми, но армия, которая проиграла войну малюсенькой Чечне, армия, которая небоеспособна, в принципе, она должна где-то найти возможность продемонстрировать свою полную импотентность. И эта вера в армию должна разрушиться. Произойдет это, вероятно, кстати говоря, в том же самом Донбассе, как вы понимаете, аппетиты изначально были гораздо более обширные, чем то, что нам было предъявлено. Вполне было в планах, скажем так, и Одесса, и Херсон. Но как только эта вся история стала вязнуть, ведь обратите внимание, даже тот же Иловайский котел, где вроде бы украинцы были беспомощны и ведомы на заклане, и то они ухитрялись огрызаться, отбиваться, подбивать чужую технику, брать пленных, при том, что ни для кого не секрет, что, в общем, без так называемой военной мощи России даже это маленькое событие в виде Иловайского котла никогда бы не состоялось. Но вы же не оцениваете российскую армию по тому, что воюет на территории ДНР и ЛНР? Это как-то странно. Нет, не оцениваю. Не оцениваю. Я оцениваю, скажем так, по предельной низкой мотивации. Слушайте, ну не я же один наблюдал за происходящим в стране. Не я же один видел, как примерно 14 тысяч мальчишеских жизней были спущены в канализацию в Чечне. И дело не в том, кто проиграл войну. Да, можно проиграть войну, если соперник, противник очень силен и отчаянно храбр. Да, Россия эту войну проиграла. Вопрос в том, что, как выяснилось, эта война была никому не нужна и устроена вообще не почему, что называется. Что не было никаких причин воевать, что эти все вопросы можно было решить совершенно другим путем, не заливая все своей и чужой кровью. Вы думаете, я один наблюдал за этим? Нет? И говорить о том, что у армии, которая опять не понимает, для чего и за что она воюет, кого она обязана убивать и нагибать, есть хоть какая-то мотивация. Это только первый этап. Все остальное, я подозреваю, столь же трагично, потому что зарплаты для военнослужащих, как бы высокие они сейчас не были, тоже мотивацией не являются. Все остальное не думаю, что могло сильно измениться со времен Чеченской войны. Изменилось довольно многое в армии, насколько мы понимаем. Туда пошли деньги, туда пошли контрактники. Изменилась медийная картинка, появились склеенные из очень хорошей фанеры танки на парадах, появилась новая красивая форма, но на самом деле это тех же самых слепых снайперов и глухих радистов переодели во что-то понтовое и голливудскообразное. А в Сирию таких же послали? Ну, вы видите, что успехи российской армии в Сирии более чем скромны. О, кстати говоря, по поводу Сирии показали мне тут кадрики, как Путина заставляет ждать Эрдоган. Да. Стоит прям Владимир Владимирович и улется с ноги на ногу, то туда, понимаешь, повернется, то сюда. Вот посильнее любого сбитого истребителя. И дело даже не в том, что произошла какая-то техническая накладка и ему пришлось ждать. Дело в том, что кто-то это выложил в эфир, а право на съемку и право на пул было только у тех, кто напрямую непосредственно с Эрдоганом связан и обладает особой степенью его доверия. И после этого, в общем, безобразная, реально безобразная и унизительная для Владимира Владимировича пленка оказывается и в эфире, и в интернете. А вот это интересно, потому что ведь Эрдоган сейчас позиция человека, которому надо идти туда, где двери открыты, понимаете, побираться по, а не Путин, казалось бы, зачем Путин вот Эрдоган, вот Эрдоган все-таки вот он как и есть гадина, да, так он и есть гадина, и преодолеть эту свою гадинственность он не может никаким образом. То, как он обошелся с бедными мятежниками, только сколько он пролил лишней крови и избыточно напакстил при подавлении так называемого мятежа, которое было просто нормальным как бы проявлением турецкого буйного духа и веселья, да, вот его очень хорошо характеризуют. Кстати, вот, чтобы не забыли, целых три классных материала появилось на этой неделе и все они РДАТИ ЭХО Москвы, все они в СНОБе, это в СНОБе, это, во-первых, по поводу уже той темы, которую мы затрагивали о клиторектомии. Замечательная статья в СНОБе Зарубина, она называется «Резьба по клитору», блистательная статья, и единственное, что она излишне основательная, да, вот, для любителей резкого и скоростного чтения она и не подходит, а для тех, кто хочет вникнуть в историю, там много ценного и важного. Ну и затем очень точная статья ГАЗа о Шувалове и о том, что же на самом деле за всей этой историей с... Мы вас обязательно об этом спросим, но сейчас уже, наверное, не успеем до конца часа. И последняя статья это статья Мовчана о том, что такое большинство. Но тем не менее, у нас есть какое-то время еще до конца часа? и полторы минуты. Мы же не можем, да, мы не можем уйти, хотя бы не начав наше традиционное поповедение. Вот. Нет, а мы сейчас уходим, подождите, мы же уходим на рекламу, да? Мы уходим на новость через полторы минуты. Начинайте. А, прекрасно. Нет, но у нас сегодня по поводу поповедения много любопытного. Кстати говоря, на днях, не сегодня, на днях отмечался православной церковью День Василия Блаженного. Примечательно, что все знают это имя, но никто не знает, что единственное, чем этот человек прославился, это тем, что он был, он заложил основы русского нудизма. Это первый официальный нудист, который в свое время ходил по Москве и очень любил показывать гениталии девушкам, которые торговали различного рода рукоделиями. Но когда девушки принимали смеяться над гениталиями Блаженного, то волшебным образом они слепли. И это является одним из самых таких вот выразительных подробностей его биографии, более достоверного, о нем ничего не известно. Только то, что он был нудист и ослеплял гениталии. Поэтому так ослепляет, видимо, собор Василия Блаженного. Да. Затем еще был день некоего святого Иоанвлиха. Он прославился только одним тем, что он спал 200 лет подряд. Об этом рассказывали. Тоже голубу. Нет, я не знаю. Основатель русского чего, интересно? Нет, нет, он не был основателем русского, он жил гораздо, гораздо раньше. Но и затем из местных был некто Василий Каменский. Понимаете, что быть юродивым в то время было своего рода бизнесом, почему очень доходным. что полностью деклассированные и лишенные всего люди таким образом зарабатывали, щеголяя тяжестью велик, щеголяя количеством язв на теле, грязью, калибром в шее, которые вынимались своей шевелюрой. Вот второй прославившийся был некто Василий Каменский. Он прославился только тем, что он всю жизнь, не снимая, носил огромную шапку из железных полос. Вот на этом мы должны прерваться, потому что у нас сейчас время новостей и мы продолжим сразу после них. Персонально Ваш. Персонально Ваш. Это снова программа Персонально Ваш. В студии Алексей Соломин и Ольга Журавлева. А в другой студии Виталий Дымарский и Александр Невзуров. Здравствуйте. А мы еще не закончили По поведениям давайте. По поведениям. Да, я просто вот хочу обратить Ваше внимание, что когда Вы видите эти все огромные ряды персонажей древности, которые называются святыми, предполагается, что эти люди, которые действительно чем-то были либо знамениты, либо отличались какими-то удивительными качествами, мудростью, либо совершали какие-то действительно невероятные поступки. Но на проверку вот всем очень рекомендую читать жития святых очень внимательно, потому что это избавляет от любых иллюзий. И вот мы закончили на Василии Каменском, а еще в эти дни приходится некто Исааки Далматский, именем которого назван Исаакиевский собор в Петербурге. Вот этот персонаж прославился только тем, что будучи однажды скинут в болото, он в этом болоте ухитрился в течение долгого времени выжить. Вероятно, это, кстати говоря, и побудило Петра, который всегда стремился попам вставить пистон, устанавливая огромный тогда собор деревянный еще посреди болота, назвать его в честь вот этого святого, который прославился удивительной способностью выживать рядом с жабами, камышом и лягушками. По поводу поповедения много всего. Понимаете, вот мы уже в первой части коснулись этой темы, что мы получаем счета, да, и когда мы говорим о том, что собой в реальности представляет религиозная вера, то мы можем вспомнить о красавце Грозовском, который вот упирается руками и ногами, и который обвинен был в педофилии, в развращении девочек в православных лагерях, и этот попик никак не хочет ехать в Россию, никак не хочет предстать перед следствием. И он был, кстати, духовником, по-моему, и Зенита. Возможно, да. Александр Глебчев, вы не допускаете ни на минуту, что он может быть невиновен? Допускаю все, что угодно. Но неплохо зная церковь изнутри, столь же охотно могу допустить, что он был и виновен, да. К тому же, мы вот недавно получили все документы, все материалы по Пермякову, это, если вы помните, солдат, мягко говоря, кошмарный случай в Гюмри, и, как выяснилось, мальчик, который все это совершил, точно так же, религиозный фанатик. Нет, он не только из религиозной семьи, он и сам религиозный фанатик. А в Екатеринбурге поймали алтарника местного собора храма на крови, который наконец-то додумался о том, что в алтаре можно достаточно безопасно устроить склад наркотиков, поскольку алтарник наркотиками приторговал, он абсолютно гениально, да, рассчитал, что вот куда они придут с обыском, так это вот именно сюда. Но и это провалилось. Поэтому мы видим, что, в общем, никакого положительного, а только отрицательного влияния всех этих религиозных глупостей на жизнь общества есть. Тут, кстати, что-то вы говорили про Следственный комитет. Да, да, да. Я хотел узнать, что нас ждет теперь после того, как небесным покровителем Следственного комитета стал Архангел Михаил. Как изменится работа Следственного комитета? Как изменится работа Следственного комитета, не знаю. Но знаю, что сильно чешут репу московские иконописцы, которые не понимают, сколько теперь Архангелу Михаилу рисовать звездочек на погонах. И нужно ли ему приделывать фуражку. Но вообще, избрание именно Архангела Михаила любопытный момент, потому что закройте глаза на секундочку и вспомните, пожалуйста, герб Киева. Ну, у нас есть средства, инструменты посмотреть, может. Центральной фигурой в гербе Киева. Сейчас, у меня буквально загрузится, я вам скажу. Да, давайте, давайте, давайте. Так, герб Киева я набираю сейчас в прямом эфире. Так. Сложнейший эксперимент мы проводим. Открывается, как это медуза. Герб Киева. как это медуза. И выползает мне. Значит, тут стоит человек с крыльями. Да, с крыльями. Стоит непосредственно Архангел Михаил. Никто бы то ни было, а Архангел Михаил. Михаил. Да. Притом, надо понимать, что вообще Архангел Михаил всегда считался защитником народа Израиля. И, да, это его основная библейская функция, потому что вы же знаете, что существует огромная иерархия, которая включает в себя не только многоочетий херувимов, шестикрылатых серафимов, троны, престолы, господства, архаев, а также и ангелов, Архангелов и архаев. И вот как раз у Михаила, который может быть даже и не самый главный из ангелов, но один из самых известных. Правда, осеменение воздушно-капельным путем проводил не он, ему не доверили, он в основном в общем по части что-нибудь поломать. Но он основной защитник народа Израиля. На что намекает прокуратура, взяв его себе из герба Киева, перенеся его к себе, не вполне понятно, но возможно смысл какой-то есть, тем паче, что после подвига прокуратуры, подвига, который совершила петербургская прокуратура, которая вот взяла и в какой-то момент оказалась способна разорвать эту цепь маразма, которые пытаются нас всех скрутить, она прокуратура послала нафиг всех этих доносчиков, которые пытались в шнуре найти крамолу антиобщественные проявления, пропаганду алкоголизма, вот всем этим свинорылым доносчикам, у которых одна из велины и так рестиком, было вежливо указано на то, что доносы они могут писать, но читать они их впредь должны только сами. Но потому что предмет доноса... Блистательный, блистательный, да нет, ну что, вы не читали донос, он с такой страстью написан, и он поддержан таким количеством православных общественников. это депутат местный, который... Давайте, стоп, не будем делать рекламу. Я не буду, я не называю фамилии, которая рвется опять просто в депутаты. Да, 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 но эти комедии с выборами нас только еще ожидают. Понятно, что та публика, которая вроде бы должна была наесться, научиться чему-то, да, видя поколение этих дармоедов, это я вам говорю как с большим знанием дело, потому что я сам четыре срока был дармоедом и кровопийцей. И прекрасно понимаю, что ничего кроме дармоедства, глупости и кровопийства все эти должности, скажем так, в себе не заключают. И вот народ опять подтянется избирать себе начальство, которое будет потом определять, что ему любить, кого ему ненавидеть и на кого писать зашли. Слушайте, возвращаясь к Архангелу Михаилу. Да. А почему, я скажу так, дипломатично сейчас, я думаю, что люди поймут, почему такая связка. А почему Архангел Михаил не защитил Кехмана? Кехмана? Ох, Кехман, помните, да это человек с бананом. Человек с бананом? Со многими бананами. Он запрещал Вагнера. Нет, нет, он не просто, он только со многими, Новосибирский театр для того, чтобы разрушить там антиправославную ересь. И как всякий русский православный еврей, Кехман, явившись в Новосибирский театр, показал, естественно, что банан, потому что он торгует с бананами, Примадонны, которые вроде бы видели и такое, вот здесь не устояли. И Новосибирский театр пал. Там Гейзер был запрещен, Кехман воцарился, а вот сейчас как-то в этой истории ставится город. Он же в Петербург. Да, да, ставится точка, потому что беднягу Кехмана пустили с молотка и как свидетельствуют очевидцы на аукционе, мало того, что была продана его яхта, так еще и его тапочки и несколько банок с соленьями, которые были изготовлены его мамой. Если кто-то из слушателей не понял, речь идет о банкротстве Кехмана, об официальной процедуре банкротства. Да, но при этом он все равно не размыкает челюстей на бедные шейки Новосибирского театра и местного Михайловского театра. При том, что скажу, я его знаю, он вполне себе адекватный и очень симпатичный парень, но просто время сейчас мобилизует, оно востребовало во многих людях абсолютно идиотские, маразматические черты. Пройдет время, и это, знаете, как с Кургиняном, да, он сейчас приводит всех ужас, потому что кажется, что этот виск, эта шовинистическая истерия никогда не прекратится. Поверьте мне, прекратится. Ну, подождите. Будут, перестанут платить за эти кривляния. Они перестанут кривляться. Ну, вот скажите, вот последнее кривляние. Губернатор Самарской области. О, да. Пожалуйста, Меркушкин, значит, который заявляет публично о том, что хакеры, подготовленные в ЦРУ, залезли там в какой-то компьютер Самарской области губернатора, и знаете, какую они информацию оттуда вытащили? О размерах пособий. Да, все про социальную политику Самарской области. Нет, ну, понимаете, тут я, к сожалению, не буду оригинальным, но известно, что все парадные, во всех парадных России так или иначе написал президент Обама. Он же поджигал ящики, и он же выковыривал кнопки вызова. Есть более интеллигентная. Знаете, есть более интеллигентная формула. Вот эти проделки, вот эти проделки, да? Есть более интеллигентная формула. Да. Еще россияне никогда так плохо не жили, как при Обаме. Да. Вот проделки ЦРУ с социальной базой Самарской области это еще цветочки по сравнению с тем, что устраивает Обама в парадных. Но то, что, увы, 99% губернаторов серые, как штаны пожарника, люди абсолютно принципиально безмозглые, которые в своем желании выслужиться и сказать что-нибудь патриотическое, лепят любую чушь от переезда Ивана Грозного в Петербург, как недавно блеснул, тоже, между прочим, губернатор. Это какой-то у нас вот этот губернаторский корпус давно превратился в какой-то заповедник жлобов и умственно неполноценных персонажей. Есть, конечно, исключения, но в основном когда мы слышим, что какой-то губернатор что-то сказал, уже все готовят лицевые мышцы для того, чтобы разразиться хохотом, потому что понятно, что прозвучит какая-то очередная ... Извини, Алеш, я просто, поскольку это Петербург касается, понимаете, в чем дело, Александр Глебович, помимо глупости откровенной, да, там еще гадость была по отношению Галяни Васильевны Старовойтовой, которую, оказывается, убили не за деньги, как говорит Меркушкин, а она, оказывается, в этом чемоданчике везла инструкции депутатам от ЦРУ того же Госдепа, ну, понятно, от Обамы, которого еще тогда не было. У меня нет симпатии нижности Галяни Васильевны, тем не менее, я могу вам сказать, что эта реплика, она всего-навсего тоже симптом, да, с одной стороны мы видим Чаплюх с его откровенностью, когда вот вурдалак выкопался, с другой стороны мы видим какого-то девушку, женщину, да, это в Волгограде женщина, которая всю жизнь проработала терапевтом, посмотрите новостные ленты, она своего мертвого мужа оставила лежать в квартире, регулярно поливая его святой водой в надежде на то, что он наконец откашляется, встанет и пойдет сдавать бутыльки. Это человек, который проработал всю жизнь терапевтом. То есть, эта деградация, о которой мы говорим, деградация, о которой мы обязаны и сближением с РПЦ, и разрушением науки, эта деградация проявляется не только в каких-то вот безумных выходках верующих терапевтов. Она проявляется и в уровне губернаторов. А где брать других? Вы знаете, это, конечно, буквоедство, но вы сказали, что 99% российских губернаторов совершенно безмозглые. Если на секундочку вспомнить, что их в принципе меньше 90 человек, то 1% приходится даже не на одного губернатора, а на какую-то часть одного губернатора. Долю губернатора. Поэтому я тут с вами совершенно не согласен. Ладно, что уж там быть тоже не математик. Но вы совершили, вот вы не математик, судя по всему, вы филолог, вы совершили как бы математическую некорректность. Давайте еще тогда введем мнимое число, да, и будем решать эти задачки с помощью мнимого числа. Или давайте вычислим некий интеграл губернаторского математического. Давайте вернемся к кадрам. Про кадры. Кадровые политики. Иванов, Вайна, вы, как большой любитель науки и научных достижений, отдельный ваш комментарий по ноноскопу. По ноноскопу? По ноноскопу я могу поглубиться вместе со всеми, потому что науке это нечто совершенно неизвестное. Что могло произойти за те долгие годы, пока этого человека не видел, не знаю. Надо понимать, что Кремль это вообще реактор. И человек, который туда попадает, может мутировать самым причудливым образом. То есть, могут вырасти четвертая пара ушей, может отпасть одна нога и вместо нее вырасти голова. Там ведь надо просто походить по кремлевским коридорам, понаблюдать за тем, что за люди их населяют. А что вы знаете об этом человеке тогдашнем? Тогдашний прелестный был парень. И умный, и очень сострадающий, очень сложный, очень тяжело переживавший всю эту союзоразвальческую историю, очень много в свое время сделавший для русского подполья в Эстонии. Ну, настолько, насколько вообще можно было сделать. Что он представляет собой сейчас, не знаю. Что касается Иванова, Иванова жалко, потому что весьма и весьма грозный, тяжелый, но весьма утонченный человек, который, ну, скажем так, не способствовал, что бы про него ни думали, ни говорили, не способствовал сползанию России в этот великодержавный маразм, а скорее напротив. Поэтому вот меня отставка Иванова, хотя вот вроде бы он казался такой сплошь из себя ястребом у партии войны, нет, 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 он был очень рафинированным человеком, почему его сегодня отправили считать плотву в ближайшем Да ладно, в Совете безопасности он остался, в Совете безопасности он все там. Значит, тогда плотва может быть спокойной, ее безопасность обеспечена, потому что основное его предназначение это подсчет икринок, это экология и природоохранные какие-то беспокойства. Весьма странно, но я надеюсь, что он найдет еще свое применение, поскольку действительно, если говорить серьезно, очень-очень недурной персонаж. В заключении, наверное, очень хочется у вас спросить по поводу того, что в Москве не дали проводить акцию, панихиду защитникам Белого дома на том месте, где ее обычно проводили. 24 года это проходило все там же, в этом году отправили то в Сокольники, то на Суворовскую, там разные мероприятия по-разному. Легко объяснить, потому что за то время, которое прошло с момента событий 93-го года, участие было и я. это про 91-го, про августа 22-го августа 91-го года. А, ну тогда я тоже принимал участие, правда, на другой стороне. Но поймите, ведь вся вот эта вот буйноватая молодежь, она повзрослела и в некоторых случаях успела приобрести, ну, скажем так, не вполне нужный жизненный опыт, скажем так, на том же Донбассе. И концентрировать где-то в центре столице публику, которые знают, с какой легкостью можно дестабилизировать ситуацию, где угодно, да, и с какой легкостью можно разрушить любой порядок. Вот мы здесь с вами сидим, беседуем. Мне кажется, Александр Леонидович, там обычно проводили панихиду те люди, которые за либерализм и демократию. Причем здесь в Донбассе. Ну, я думаю, что к ним присоединились те, кто вообще любит, понимает и вошел во вкус любых уличных, любых городских, создания любых городских проблем и беспорядков. Потому что те, кто были за либерализм и демократию, они ведь тоже тогда на самом деле организовывали своего рода Майдан. И сопротивление бедному ГКЧП, который, правда, не понимал, как им надо себя вести, и не сумел решиться ни на какие шаги в то время, оно ведь тоже имело такой майданообразный характер. Поэтому, ну, я думаю, просто вот подальше от всякого лиха их, с учетом их возможного нового опыта, перенесли, ну, опыт можно приобрести не только на Донбассе. У нас за 24 года много было местечек, где этот опыт волшебным образом мог быть привит. Согласитесь. Согласимся. Тем более, что Александр Глебович тоже опыт приобретал в самых разных интересных местах. Он знает, о чем говорит. На этом, к сожалению, мы вынуждены заканчивать программу. Спасибо большое Александру Невзорову, Виталию Дымарскому. Мы машем рукой в Петербург, в отель Гильвец и благодарим всех участников. А здесь, в студии, с вами были Алексей Соломин и Ольга Журавлева. И сейчас, через несколько минут, мы-то вернемся, потому что дневной разворот продолжится. Персонально ваш.